Девушки отдыхают И дальше на восток Но третья машина потерпела здесь аварию 30 лет назад на этом месте упала и взорвалась самая большая ракета в Советском Союзе Ее назвали «Царь» ракетой Кажется фантастикой, но задолго до полета Юрия Гагарина, первого космонавта Земли В Советском Союзе уже шла подготовка к полету на Марс Еще в 59-м году в ОКБ-1 с одобрения Королева была создана группа Михаила Тихонравова Группа проектировала тяжелый межпланетный корабль Планировалась дальняя экспедиция с высадкой на Марс Трех или даже четырех космонавтов Царь ракета Прерванный полет В начале 60-х прошлого века американцы решили ликвидировать свое отставание от СССР в космосе Президент Соединенных Штатов Джон Кеннеди объявляет о полете первого американца на Луну Не позднее 70-го года эта задача становится общенациональной Лозунг «Каждый американец должен внести свой вклад в лунную экспедицию» понимается буквально Люди отдают свои доллары на программу НАСА Лидер проекта — немец Фон Браун Известный тем, что еще в 41-м году Гитлер поставил ему секретную задачу создать оружие возмездия — ракету «Фау» Через 20 лет американский президент Кеннеди доверил тому же Фон Брауну создание самой мощной в мире ракеты — носителя для полета на Луну Нам требовалось опередить американцев Задача казалась выполнимой Тем более, что Сергей Павлович Королев уже давно работал над сверхтяжелым носителем Н-1 С его помощью предполагалось совершить экспедицию не только на Луну, но и на Марс, и даже Венеру Получилось так, что все документы, все материалы этого проекта были в 74-м году уничтожены И поэтому был проект или не был проект, вот сейчас об этом мало кто знает Но эта вот тетрадь сохранившаяся, это в прошлом слов секретная тетрадь, моя рабочая тетрадь В ней по существу черновики всех вот предварительных проработок по всем элементам вот этого проекта В тетради расчеты — эскизы тяжелого межпланетного корабля Он должен был состоять из нескольких отсеков — жилого, рабочего, оранжерейного Полет планировался долгим — почти два года И было необходимо воспроизводить на борту воздух, воду и пищу Идея была поддержана высшим руководством страны Эти кадры сняты Сергеем Хрущевым, сыном генерального секретаря Здесь почти все ЦК, именно за их подписью За год до полета первого человека выходит постановление Об освоении космического пространства в ближайшие семь лет В его совершенно секретно особой важности разделе Планировалось создание ракеты Н-1 для выведения на околоземную орбиту Полезного груза массой 80 тонн Уже через два года Королев утверждает эскизный проект Он содержит 29 томов и 8 приложений Ракета была трехступенчатой и состояла из блоков А, В и В Был запланирован облет Луны с экипажем из двух-трех человек Посадка на Луну и почти сразу же полет на Марс и Венеру У меня, как непосредственного участника этого проекта Никаких сомнений и не было, и нет в том, что этот проект обязательно был бы реализован Потому что ведь нужно иметь в виду, что Королев с Тихонравом были, ну можно сказать, самыми большими фантастами Но они были самыми большими реалистами Все, что они задумывали, в итоге было сделано Однако по этому проекту наносятся два сильнейших удара Никита Хрущев поручает разработку тяжелых ракет еще двум главным конструкторам Янгелю и Челомею На этом настаивают военные Освоение отдаленных планет, считают они, дело завтрашнего дня Сегодня важнее безопасность СССР Тяжелые ракеты нужны для транспортировки ядерных зарядов Вторым ударом стал грандиозный скандал между главным конструктором ракеты и главным конструктором двигателей При выборе топлива для Н-1 Королев предлагал использовать жидкий кислород и керосин А Глушко – высокотоксичные кипящие компоненты Каждый отстаивал свою позицию При этом академики, как рассказывают, крылья друг другом матом Заказ на двигатели передали в Куйбышев, в КБ Кузнецова Там делали качественные двигатели, но не для ракет, а для самолетов Туполева Они с большим энтузиазмом взяли сделать эту работу Но обвели нас вокруг пальца Обманули И мы-то дурачьё не сообразили Как они делали эти двигатели По авиационной схеме брали по одной документации На одних из одних заготовок Шесть двигателей Два двигателя ставили на стенд, испытывали Они проходили испытания, замечаний нет Они эти четыре оставшихся двигателя Ставили на самолет А вот мы на ракету поставили 30 штук Двигателей по 150 тонн В которых ни огонька, ни прокрученного насоса И что, они были все неиспытаны? Совсем на огне не были Королёв планировал, что ракета Н-1 будет построена в 65-м году Было назначено и время полёта на Марс 1974 год Мы, конечно, могли оказаться на Марсе без всяких сомнений Пусть там не в 75-м году И пусть в 75-м году это был облёт Но всё равно в конце 70-х годов Или пусть в начале 80-х Эта задача была вполне реальна Все планы спутали американцы В мае 64-го года Они запускают на орбиту макет лунного корабля «Аполлон» Появление американцев на Луне становится всё более реальным В ответ 3 августа 64-го года В Советском Союзе выходит специальное постановление С главным тезисом «Луну американцам не отдавать» Королёву поручается достичь Луны раньше американцев И хотя сам Сергей Павлович не верил в это Отказаться от порученной задачи он не мог Американцы работали над этой темой с 61-го года И сели на Луну в 69-м А Королёву поручили в 64-м году Но с задачей сесть в 67-м Конечно, он как специалист не верил Но не имея возможности отказаться Он принял для себя такую схему То есть он сделал постулунный проект Частью общей марсианской программы Началась мучительная переделка «Н-1» под лунную программу Главным становится покорение Луны в рекордные сроки Эта экспедиция наша лунная Она предполагала на Луне походить там Ну пару часов, тройку часов Сесть обратно в корабль и улететь Почему? Потому что каждые сутки Луна вот от места посадки подворачивается И надо уже стартовать не так, а по-хитрому вот так Поэтому наши старались Ну а что там, собственно, делать? Собрал материальчик И улетел назад 10 февраля 65-го года Проект лунной экспедиции был утвержден Продолжительность 11-12 суток Время пребывания на Луне от 6 до 24 часов На Луну высаживается один космонавт Другой ждет на орбите Лунный комплекс назвали «Л-3» Он состоял из лунного орбитального корабля, посадочного корабля и двух разгонных блоков Разработали лунный скафандр Кречет-94 Особенностью его был обруч вокруг пояса Если космонавт вдруг упадет на спину То с помощью обруча он перекатится на живот и сможет подняться сам Определили и космонавтов для полета Командиром лунной экспедиции был назначен Алексей Леонов